Власти Алматы объявили о приеме заявок от поставщиков на размещение госзаказа по программе подушевого финансирования детских секций и кружков. Уже 2 мая на платформе «Дому Бала» родители смогут записать детей на спортивные и творческие занятия бесплатно. Желающих много, как подать заявку, чтобы успеть, узнавала Жамал Габдулина. На этот год по программе бесплатных творческих и спортивных кружков выделили чуть более 16 миллиардов тенге на творчество 8,5 и 7,7 на спорт. После того, как 2 мая родители начнут записывать детей, станет ясно, сколько всего получится мест, заявила разработчик «Дому Бала». Да, тарифы за кружки разные. Они варьируются, например, ежемесячная оплата по совчеку за услуги, оказываемые от 17-18 тысяч до 23-25 тысяч. Соответственно, из-за этой разной тарификации невозможно предугадать, какие именно дети на какие секции или кружки запишутся. Соответственно, у тех жителей, которые 2 мая не успеют, и, скажем, уже там выделенные 5-3 тысячи ваучеров, она закончится там всю минуту, либо в течение дня, в зависимости от спроса, то завтра у них будет еще возможность. Ни один ваучер не останется без денег до конца года, обещают авторы новой системы. И ситуации, когда место есть, а денег преподавателю на зарплату нет, исключены, уверяют они. Разработчики уверены, что 2 мая сайт не рухнет из-за наплыва родителей при постановке в очередь, а вся очередность будет видна оператору Акимату. Главное – зарегистрироваться. Родитель в первую очередь должен быть зарегистрирован на платформе «Домобала», зарегистрировать своего ребенка там же, верифицироваться по электронно-цифровой подписи. После он находит ту или иную организацию, куда он хочет записаться. В нашем случае, например, наш клуб находит, становится в очередь. Когда произойдет распределение мест, он получит свой ваучер. И кто-то из наших, либо я, либо наши администраторы, они свяжутся с представителем, с родителем ребенка, огласят список документов, которые он должен подготовить в течение 10 рабочих дней и предоставить в наш клуб для активации ваучера. Потом в центре остается написать заявление на зачисление, принести фото 3 на 4, копию свидетельства о рождении, копию удостоверения личности родителя, медсправку по форме 027, если ребенок с особыми потребностями, то нужно подтвердить его статус. В будущем подписать табель можно будет через приложение в телефоне, только после того, как Министерство цифровизации ЭЦП интегрирует с негосударственными информационными системами, говорят разработчики. Жамал Габдулина, Влад Чешко, Информбюро, Алматы.